...или паромной переправы и тут же, установив временные мостки, наладили пешеходное сообщение через Иртыш. Не теряя времени, подрядная организация намораживает лёд для проезда автомобильного транспорта. Бригада 8 человек, которые... Вот 4 помпы сейчас работают, 4 сейчас на подходе сегодня они поставят, чтобы быстрее залить переправу. В течение 10 дней, как погода нам позволит, что в течение 10 дней они зальют и пустим 5 тонн машины легковые после Нового года. Это должно быть 60 тонн. Переправа Тобольск-Бекерево для жителей Левобережья – это дорога жизни. Многие работают, учатся в городе. 900 метров от берега до берега люди преодолевают пешком. В аптеку надо лекарства взять. Медпункт есть, но не знаю, лекарств нет. 40-тонники машины идут, а автобус 20 человек народу пешком идут. Даже после сильных морозов автобусное движение по реке запрещено. Хотя сторожилы помнят, в 20 веке оно было. У нас на левом берегу стоит бригада. Всегда. На период распутиться мы переходим по льду. И роженицы на операцию переносим через реку сами с помощью сотрудников МЧС. Вызываем МЧС, приезжает МЧС и помогает нам переносить на эту сторону. Мороз, пронизывающий ветер с реки. Ждать автобус мучительно. На берегу дежурит судно на воздушной подушке. Три раза в неделю на нем доставляют на левый берег продукты. Толщина льда на Иртыше пока 10 сантиметров. Необходимо соблюдать безопасность. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тюменская служба новостей.